Газ под присмотром более 300 километров силы Сибири в четырех районах области контролируют специалисты Свободненского линейного производственного управления Газпром Трансгаз Томск. Их задача обеспечить бесперебойную поставку газа из России в Китай. Как организована работа на столь протяженном участке стратегически важного газопровода узнала Виктория Сытенко. В диспетчерскую Свободненского линейного производственного управления поступает вся информация о состоянии участка газопровода «Сила Сибири» в Преамурии. Специалисты ежедневно держат связь с коллегами из разных уголков страны – Санкт-Петербурга, Томска, Благовещенска. Сообщают о суточном объеме поставок газа за границу в Хэйхэ, которые начались в декабре прошлого года. Связь с представителями Китайской народной республики у нас осуществляется посредством иностранного языка английского. Плюс ко всему этому у нас еще находятся дополнительные переводчики русско-китайские на газоизмерительные станции. Под контролем производственного управления находится участок «Силы Сибири» длиной почти в 300 километров. Он берет начало у поселка Сиваки. Пересекая Магдагачинский, Шимановский, Свободненский и Благовещенский районы, тянется до границы с Китаем. Задача сотрудников производственной базы – не допустить сбоя поставок. Построенный в рамках восточной газовой программы газопровод «Сила Сибири» наращивает объемы поставок. И с каждым годом нагрузка на местных газовиков будет возрастать. Газопровод у нас межгосударственный. Каждая секунда простоя будет стоить довольно больших штрафов со стороны наших потребителей Китайской народной республики. Поэтому ответственность очень высокая. На базе располагаются ремонтные цеха, гаражи, запас материально-технических средств. В служебно-эксплуатационном блоке находятся все службы управления. Специалисты разных профилей следят за состоянием газопровода, крановых узлов, газоперекачивающих агрегатов и регулярно выезжают на трассу. Для этого в распоряжении газовиков имеется больше ста единиц техники. Это мобильные лаборатории, вахтовки, вездеходы и даже трубоукладчики, в случае, если будет необходима укладка части газопровода после ремонта. Вся техника у нас на базе автомобилей повышенной проходимости. Также имеются у нас автомобили снегоболотоходы. Смена в количестве 3-4, ну, до 6 человек спокойно садятся и к любому месту магистрального газопровода данный автомобиль доставят. Помимо технических сооружений, на производственной базе имеется жилой комплекс. Он рассчитан для тех, кто приезжает сюда на вахту или в командировку. Для них построено благоустроенное общежитие на 250 мест, столовая и даже спортзал. Причем воспользоваться социальными объектами могут не только приезжие, но и местные сотрудники. Это производственная база, самая большая из пяти, которые обслуживают газопровод от Чаиндинского месторождения в Якутии до Китая. Свободинское управление будет контролировать бесперебойные поставки газа не только через границу, но и в дома Амурчан. Сегодня работы по газификации ведутся в рамках недавно подписанного соглашения между ПАО «Газпром» и правительством области. Практически завершена прокладка коммуникаций до Циолковского. В скором времени построят сети для жителей Шимановского и Благовещенского районов. Первый этап газификации региона рассчитан до 2025 года. Виктория Сытенко, Кирилл Захаров, Вести, Амурская область.